Добрый день, дорогие телезрители! Сегодня у нас гость из далекого братского Башкортостана. Что всплывает в памяти при слове «Башкортостан»? Это, конечно, янтарный мед, это эпос «Урал-Батер» и музыкальный инструмент с замечательным звучанием «Курай». В свои 33 года Айгиз Баймухаметов имеет много регалий. Он лауреат государственной молодежной премии Республики Башкортостан имени Шайлзады Бабича. Он заслуженный работник культуры Республики Башкортостан. Он возглавляет республиканский, общественно-политический и литературно-художественный журнал «Шонкар». Айгиз, вы возглавляете журнал «Шонкар». Какой тираж у вас? У нас молодежный журнал «Шонкар» переводится на русский язык «Кречет». 27 лет этому изданию после перестройки началось издаваться. И на сегодняшний день у него тираж, конечно, от времени года колеблется. Бывает 2400, а в летний период чуть-чуть меньше бывает. А большинство наших изданий читают в интернете. В месяц сайт наш читает около 200 тысяч, иногда больше бывает. Уникальных посетителей больше 50 тысяч. Молодежная аудитория уже не терпит никакой фальши. Если публикуем какие-то произведения, конечно, через сито хорошее надо пропустить. Потому что это ведь наше лицо, мы перед читателями, вот в таком свете мы показываемся. Поэтому мы за каждую публикацию, за каждую страницу несем большую ответственность. А вообще есть журнал для взрослых, литературный? Есть. Вообще в Башкортостане очень много изданий. Есть литературный журнал на русском языке, на татарском языке, на башкирском языке. Много газет. И если брать, например, на башкирском языке, есть научный журнал. Есть журнал для учителей. Есть сатирический журнал, молодежный, культурный. Потом такой же журнал есть, как Чолбон. Изданий у нас очень много. Но все отмечают сейчас падение читательского уровня, да? Вы сейчас сказали, что вас могут читать по интернету. Но туда, наверное, материалы выкладываются в каком-то осеченном виде, да? Или как? В ВКонтакте размещаем повесть. Там начало и потом ссылку на сайт. Я не сказал бы, что читает мало. Сегодня ведь век такой информации, насыщенность информации очень много. И у человека есть выбор, когда много чего бывает. Вот бывает такое, если размещаешь, например, рассказ один, да? В день его читают иногда 10 тысяч человек. Это неплохой показатель. Конечно, печатный вариант сейчас уступает по тем меркам, которые были раньше, в советское время. То если есть хорошее произведение, то люди читают. Прозу очень любят, кстати. Прозу любят, да? О сокровенном. Можно, да? Да, да. Но вы попали в литературу своим очень своеобразным путем. Вы прошли такой очень сложный, драматический, наверное, путь, да? Потеряв родителей и описав свое сиротство. Как вы себя чувствуете среди писательского сообщества в этой семье, попав? Мне очень повезло. В общем, когда вышла у меня первая книга, наши корифеи башкирской литературы поддержали и окрылили меня. И потом и в республике читатели очень тепло восприняли мое произведение первое. И это дало мне уверенность. Думаю, для писателя счастье, когда его произведение читают, когда не остаются равнодушными, высказывают свое мнение, независимо, положительно или отрицательно. Главное, чтобы человек оставался неравнодушным к написанному. Но я себя чувствую хорошо. Остаются считанные шаги до нашего дома. Сейчас дойду до поворота, и начинается наша улица. Как там отчий дом, хоть бы все было хорошо, повторял я про себя. Но не сразу узнал я наш родной дом. Ворота давно выцвели, окна побиты. Пошел во двор. Охватила тоска от вида запустения. Надеялся, что хоть внутри все будет по-старому. Однако дверь дома казалась открытой настежь. Осторожно прошел в комнату и остановился, как вкопанный. Дома ничего не осталось. Разобрали и унесли даже печную плитку с дверцей и вьюшкой. Осталась одна кровать. Она жалобно поскрипывала на сквозном ветру. Что же это такое? Словно здесь никто не жил, не собирал по крохам добро. А я мечтал увидеть здесь семейную фотографию. Значит, не сбыться этой мечты. Дома не осталось ни одной целой вещи. Когда-то папа собирался передать мне что-то. Похоже, я теперь никогда даже не узнаю, что это было. Он сказал, что это была очень дорогая для него вещь. В самые тяжелые моменты в жизни и в детском доме я помнил об этом и мечтал когда-нибудь найти ее в родном доме. Эта мечта давала мне силы хорошо учиться. Являлась стимулом для прилежного, как папа завещал поведение. А сегодня улетучилась и эта мечта. Я сел на родное крыльцо и невольно залился слезами. Утрируя, можно сказать, что вы проснулись знаменитым. Вот этот шумный успех как повлиял на вас? Я первую повесть написал, не оставляя маму, которая связана с моей жизнью. И в 23 года я его написал. Через год она вышла в издательстве у нас, в национальном башкирском издательстве. Очень то ли за неделю книги раскупили. И потом переиздавали. И, конечно, этот был какой-то... Ну, резонансно было, да. И я сам не ожидал такого. Конечно, мне было приятно. Особенно человеку неокрепшему, конечно, чуть-чуть... Может быть, у меня эйфория была. А потом с годами приходит, уже ты становишься, наверное, чуть-чуть уже рассудительнее, умнее. Поэтому сейчас я к таким вещам отношусь спокойно. Я не читала вашу повесть. Это повесть? Повесть, да. Но судя по отзывам читателей, да, она... Вообще, читатели получили такое потрясение большое, сочувствуя вашим героям, да? Видимо, действительно очень сильное произведение. Но это ваши эмоции. Ваши эмоции. Поэтому, я думаю, очень сильное произведение, да? Вы дальше работаете. Нет такого чувства, что вы догоняете самого себя вот... Трудно бывает повторить успех. Да. Особенно, когда с первого раза у тебя успех приходит повторить. Трудновато бывает, но... Над этим мы и работаем, чтобы что-нибудь такое создать. Я не хотел бы, конечно, оставаться, чтобы человеком, который написал одно произведение. Оно... Вот у меня повесть про мальчика-сироту, который в детский кино попадает, не оставляя маму. Книга издана более... Сейчас уже на 10 языках. У нас она и в Башкорстане, в книжном программе, в учебном программе включено, в Киргизии. И с ним в семи разных театрах идут спектакли на сегодняшний день. Конечно, повторить такой успех сейчас, я думаю, сложновато, но... Я хочу и живу планами, что напишу какое-нибудь интересное произведение. И здесь уже даже речь не идет об его популярности, потому что популярность, может быть, она временная, может быть. А чтобы заставить задуматься... Я уже зрелым, что-то написать, преподнести хочу читателям, потому что первый произведение там она... Я ведь тогда еще был неопытным и основанно больше всего на эмоциях. Вот так. На эмоциях, поэтому и задевает человека. Скорее всего, так, да. Да. Сейчас вы ищете, опять ищете путь. Нет, да, есть разные идеи, но... Но я даже иногда... Есть произведение, которое я начал писать в 40 страниц, но потом перечитываешь, она мне не нравится. А если мне не нравится, как я его представлю на суд читателей, если мне она самому не понравилась? Мне придется переделывать, дорабатывать, додумывать. В первую очередь же произведение в голове зарождается, а потом только на бумагу переходит. Вот. Идет постоянный процесс поисков. Это тоже творчество. А вы как работаете? Каждый день пишете? Нет, не каждый день. Потому что у нас ведь работа, основная работа, немало времени отнимает. А пишу я, иногда так в голове у меня возникает идея, я конспект пишу, потом приходит какой-то тот момент, сам по себе, и тебе надо просто сесть и писать. Если ты не напишешь, то тебе уже плохо становится. Тогда я приступаю. Это у меня как-то в мозг сигнал дается, я уже автоматически его ощущаю. В это время вы отпуск берете или сами с собой договариваете? Да, я себя иногда... Редактор, писатель. Сам себя иногда заставляю. В общем, в советское время наш легендарный Семен Петрович Данилов, который всех наших классиков и вывел на большую дорогу, да, и был у нас, Семен Петрович Данилович. Вот он и организовывал вот эти вот писательские встречи во всех братских республиках. Он очень тесно дружил с Мустаем Каримом. И Мустай Карим, конечно, он переведен не только на русский язык. Он и переведен был на якутский язык. Семен Петрович сам переводил. Очень известный. Я человек советского времени. Не отличали то, что он из другой республики. Мы этого... ну как-то у нас в голове никогда такого не было. А сейчас нет перевода, и мы как бы отчуждены. Мы не знаем ваших произведений, мы не знаем вашей культуры. Ну, по большому счёту, обыватель-то не знает. Вот как исправить? Вы молодое поколение уже состоявшихся писателей и литературных деятелей. Как можно дальше жить? Вот мне приятно было, только что видел фото-выставку пребывания в Якутске Мустая Карима. Конечно, он очень большой писатель, поэт, наш драматург, который вывел башкирскую литературу на мировую арену. Гениальный творец. Только что я фотографии сделал, отправил дочери Альфея Мустайевне. Она председатель фонда Мустая Карима. И она тоже обрадовалась, что в Якутске помнят её отца. И действительно, в советское время очень тесные связи были не только с башкирской литературой, а с представителями других народов. К сожалению, это ведь не только зависит от Якутии и от Башкортостана. В общем, по стране сейчас народы почему-то как-то отдалены друг от друга. И это очень плохо. Я думаю, может быть, на уровне страны должна быть государственная программа какая-то, чтобы мы могли изучать и прикасаться, питаться культурой, литературой народов России. Ну, что тут говорить? Если мы смотрим федеральные каналы, да? Если там появится кто-то на каких-то шоу представитель башкирского или другого якутского, бурятского, татарского народа, для нас это для республики большое счастье. Так ведь? Да. Мы так привыкли, что в центральных каналах для нас места ведь, ну, нет. Ну, нет. И я думаю, это всё-таки неправильно. А вы считаете, что перевод – главные скрепы нашего многонационального общества? Вот именно, что перевод, он очень нужен, и мы должны друг друга очень хорошо знать. И вот этого нам сейчас не хватает в масштабах нашей страны. А ведь очень такие шикарные произведения создаются. Вот мне подарили книгу, Гаврил Андросов подарил в 15-м году, книгу Чесхан Заболоцкий «Девушка в комусах». Я взахлёб читал книгу, потому что это такое представление даёт о народе, о его этнографии, культуре, о мировоззрении. Или, например, я читал произведение, большим открытием для меня было Николая Лугинова. Он очень большой писатель. Я не думаю, что он писатель гордостью только якутской литературы, общетюркского масштаба. Даже может быть ещё дальше, потому что действительно очень крупный писатель. И вот он представитель якутской литературы. Вот почему мы не должны читать? Вот ладно, мне как писателю посчастливилось общаться с ним, познакомиться и так узнал о нём, о его творчестве. А многие ведь как-то лишены этого счастья. А на сегодняшний день то, что мы общаемся с братскими народами, с писателями, это всё-таки устроено как-то на энтузиазме, мне кажется. Да-да-да. Вот мы переводим, они нас переводят. Всё-таки это не должна быть работа одного человека там. Это должно быть всё-таки... Это должна быть государственная политика. Но если вот такого нет, то, к сожалению, это очень печально. И ещё раз повторюсь, у народов даже бывают такие... Не многочисленные народы, а среди них ведь такие самородки выходят. Да-да-да. Вот хотелось бы услышать от молодого башкирского писателя какие-то вот коротенькие образы. Акураи, допустим, да, и об Урал-Батыре. Вот как вы ощущаете ваши культурные коды, культурные символы? Ну, Урал-Батыр, это, да, эпос у нас древнейший эпос. У нас много делается, чтобы... Это так же, что и ваше Аолон-Хо. В 12-м году делегация ещё приезжала. В 12-м? В Башкортостан тоже из Якутии. А, да-да-да, это писатель, наверное, а мы... Из Министерства культуры приезжали. И, ну, да, Урал-Батыр эпосы ещё со школьных лет изучают у нас, потому что не у всех народов есть древнейшие эпосы. Это пока... Ну, во всяком случае, фольклористы говорят, это показатель о древности народа, если у него есть духовные памятники. Ну, Урал-Батыр в первую очередь ценен тем, что вот он человек, который находит живую воду, который, то есть, он мог его выпить и жить бесконечно, а он его распыляет, чтобы мир жил. Для нас это дорого. А Курай, это для башкир... У нас даже ведь и на гербе нарисован. И каждый человек у нас, считающий себя башкиром, должен играть на музыкальном инструменте. На Курай это вроде бы очень простой инструмент, а в то же время очень сложный. И все свои счастья и печали человек передавал через Курай. Курай это тростниковое растение. Научное название я сейчас не смогу сказать, но да, оно тростниковое растение, и макушка вырезается и изготавливается. Прямо буквально за пять минут изготавливается этот музыкальный инструмент. Ну, как дудка, но она чуть-чуть длиннее, и есть свои свойства. И вот были энтузиасты, которые увлекаются этим музыкальным инструментом. Ну, когда у человека глаза горят, всегда же интересно его снимать. А потом вот ваш Урал-Баттер, да? Был фестиваль, эпический фестиваль. Мы туда повезли ту же Олон-Хо, да, свою. И этот фестиваль длился где-то четыре с половиной часа. Это было политехническое, есть институт, да? По-моему, политехническое. Может, педагогическое институт? Педагогическое или политехническое. В общем, там было 600 посадочных мест. Что меня поразило, в основном это же были молодежь, молодежь из каждого района, или как называется, Улуса, собрали свой Урал-Баттер, да? Урал-Баттер. И в то же время наш якутский эпос Олон-Хо уже около часу исполнял наш Олон-Хо суд. Молодежь, она сидела до конца. До конца сидела. Вот это меня поразило. Потому что у нас якутский эпос, конечно, он очень древний, конечно, очень сложно его слушать, но максимум 20-30 минут, и вся молодежь улетучится. Как прививается любовь к эпосу у вас? У нас еще со школьных программ его, конечно, изучают. И по нему ежегодно проходит республиканский фестиваль, который читает наизусть. Сколько это там... Ну, это же очень большое произведение. Да, да, да. И наизусть его должны наизусть читать. Среди школьников сейчас ежегодно проходит такой конкурс. И вот это один из способов популяризации нашего духовного сокровища. Урал Батырун Борисов поставил, Якутский... А, Григорий в прошлом году, да? Поставил на сцене Башкирского академического драмтеатра. Сейчас идет. У нас такое время. Грех это постыдное, идет во все слои общества, и идет уже... Ну, нам навязывается это. И как вы думаете, литература устоит ли? Самое же ценное в литературе, она учит к добру, к светлости, к красоте и очищение от... Именно вот от того черного, который нас окружает, и бороться с этим. Основная, я думаю, основная миссия литературы. Человек, который грешит, он же приходит со временем к очищению. Вот идет он на алтарь, и вот он говорит, просит прощения. Любой даже человек перед смертью, он же просит прощения, да? Чтобы его простили, и смыли все грехи. И вот литература все-таки должна оставаться таким островком, чтобы человек в любое время, увидев все такое, искать что-то вот светлое, хорошее, красивое именно вот в художественной литературе. Поэтому мы, несмотря ни на что, должна оставаться островком, ну, который призывает всегда к добру, что, конечно, это тысячелетиями говорят, но она не теряет актуальности, что добро должно победить зло, что хорошее всегда должно преодолевать плохое. Мы Лугиново произведение планируем у нас в Башкорстане издавать. У него хунские повести, да, очень интересно. Я думаю, это очень интересно будет для наших башкорстанских читателей. Переводили стихи Гаврила Андросова, но они требуют доработки. Я думаю, что в якутской литературе много произведений достойных. Опять-таки, мешает, стоит преградой то, что многие произведения не переведены на русский язык. Это большая беда, что ли, для многих литератур. Семен Петрович, он начал заниматься, он попросил Солоухина перевести Кулаковского, так и узнал весь мир, большой мир Кулаковского нашего и Ланхо Аюнского. Якутский язык – это бесписьменный язык, из 1900 года как бы начинается у нас литература. На камнях писали наши предки. Орхунь-еносийская письменность. Да, тюрки, предки. Но у нас же легенда, что якуты, когда из южных краев сюда переезжали, они как бы уронили нечаянно свои письмена, руны в большой реке. Изредка находят какие-то руны, какие-то слова. До начала 19-го, 20-го века, в принципе, не писали на якутском языке, но 1900 года наши классики, наши зачинатели якутской литературы написали такие произведения, которые уже сразу очень высокую планку задали. Солоухин воскликнул, это же гений, где вы его так долго прятали. Самой вершиной якутской литературы считается, ну, с тех лет, да, ну, это, наверное, менталитет наш, якутский, наверное, писать не прямо, а под текстом. вот это считается, ну, такой высшим пилотажем. Про этот подтекст, про этот вот какой-то вот потаенный смысл слов, сакральный смысл, наверное, есть тоже в вашей литературе. Конечно, это во всяком литературе, ну, любой мастер, он к этому стремится. У нас вот Платон Аюнский еще и эпическим языком, ну, вот эти зачинатели писали эпическим языком, таким вот очень самобытным, старым языком. И Андрей Саевич Борисов, он 90-е годы начал ставить эти произведения на сцене. Ой, мурашки бегали. Вообще шикарные, шикарные, шикарные спектакли получились из произведений Аюнского. Вы очень рано потеряли родителей. Большая была утрата, да? Есть какие-то ваши поступки, чтобы вы хотели, чтобы ваши родители об этом знали? Я вообще стараюсь каждый день прожить так, чтобы если они наблюдают за мной, чтобы они радовались. Когда ведь я первое произведение писал «Не оставляй, мама». я хотел показать людям цену родителей, цену семьи, семейного очага, семейной теплоты, показать, как это важно в жизни и в становлении человека как личности. Поэтому я написал это произведение, потому что без этих основных опор человеку очень тяжело состояться и найти себя в жизни. Поэтому я написал это произведение. Не именно я хотел показать жизнь детского дома, а через переживания, через внутренние трагедии показать значимость родителей в жизни человека. «Долго мы махали проезжающим, но никто не хотел остановиться». Все-таки какая сообразительная это, Амеля, если голосовать вдвоем, действительно холодно обоим, а так можно руки по очереди в кармане подержать. «Амеля, какое у тебя любимое число?» «Четыре». «Вот увидишь, четвертая машина тормознет около нас». Решил я вселить надежду подругу. «Дай-то Бог». Не только четвертая, но, возможно, уже сорок четвертая машина проехала мимо нас. Далеко позади осталась та деревня, куда нас привез автобус. Обратно уже не вернешься. А ветер не знает пощады, все усиливается, горстями закидывая снег в лицо, забивая рот и нос. Мороз щипал щеки прямо как райфа опа. На чистом поле было очень холодно. Сказать по правде нам уже казалось, что во всем мире не осталось тепла, способного согреть нас. И машины стали попадаться реже. Вокруг полный мрак. Ветер дул все яростнее, дыхание сбивалось, идти становилось все тяжелее, ноги плохо слушались, холод и тьма окружали нас со всех сторон. «Ильяс, у меня больше нет сил, замерзнем тут», Амеля едва произнесла эти слова посиневшими губами и вновь расплакалась. «У меня окощнели пальцы, вытри мои слезы, Ильяс». Ее слезы застыли на щеках ледяным горошком, я осторожно убрал их с лица. У меня тоже слепались заиндивевшие ресницы. Холодно, во всем мире холодно. Эх, была бы мама рядом, своим теплом и нежностью она смогла бы обогреть не только нас, но и весь земной шар. Мы вздрогнули от страшного боя. Амеля присела на снег. Волки, прошептала она. И последние слоги прозвучали, как шипение змеи. Кровь застыла в жилах от этих звуков, уже совсем близко от нас. Сердце, казалось, остановилось. Невыразимый ужас сковал все тело. До этого приходилось слышать рассказы других о волках, поэтому стало безумно страшно. «Вставай, побежали!» – пытался поднять спутницу. «Не могу, ноги не слушаются!» Платье Амеля вцепилось в меня. «Не бросай!» Умирать совсем не хочется. Неужели Всевышний допустит, чтобы нас съели волки? Хотя волкам все равно, есть у нас родители или нет, не пощадят даже детдомовских. Какое у меня желание есть, вы сказали, да, чтобы... Ну, во всяком случае, надо прожить достойно, чтобы... Чтобы твоим близким, твоим... Там сначала родственникам, потом перед земляками, перед своим народом, перед... Вообще перед людьми, чтобы не стыдно было. У нас семеро детей в семье, сейчас у нас пять рожевых, и они в разных городах живут. Не так уж получается часто общаться, но поддерживаем связь. Когда у меня мама умерла, мне было 8 лет. Ну, успел чуть-чуть увидеть этот... Родительскую ласку. И вот эти моменты меня даже в самые тяжелые времена согревают мою душу, как мысленно присутствуют в моей жизни. А ведь самое-самое яркое воспоминание детства? Самое яркое воспоминание детства? Наверное, когда я собирался в первый класс. Помню, мне купили новую одежду, вещи, и... Встал я прям, то ли в 5 утра, и уже примерял одежду. Мне так хотелось идти в школу. И уже несколько раз из дома выходил на улицу, смотрел, почему дети все еще не идут. Будил всех, когда пойдем в школу. И вот один из ярких моментов. Потом еще один из ярких моментов у меня... Дождь, такой сильный проливный дождь был, и мы с улицы пришли, забежали домой. И дома так тепло было, и... Вкус такой. Только что приготовленной еды. И мы сеяли всей семьей, покушали. Вот это тоже мне... Такое хорошее... Хорошее воспоминание. А традиционно башкирии многодетные, да? Ну да. Традиционная башкирская семья? Да. А сколько детей примерно? Ну, раньше много было. Сейчас, как и все, наверное, не так уж много детей. Раньше ведь 7-10 детей – это норма была. Сейчас, ну, трое детей в семье – это нормально. Мы сейчас сказали, что якуты, они из южных стран. И когда переезжали сюда, конечно, очень много... Ну, несколько веков они переезжали. Есть много версий, да? Очень много потерь было. Вот я сказала, что есть такая легенда, что они письмо своё уронили на реке, на Большой реке. И мне кажется, что благодаря своему языку они здесь освоили суровый край. Южане, благодаря своему языку. И вот родной язык, башкирский язык, как он процедает? Башкирский язык у нас, ну, как и, наверное, как и у вас, он у нас в Башкортостане государственный язык, наряду с русским. И обучаются дети на башкирском языке. Я, например, до 6-го класса только на башкирском языке обучался. Я даже до 6-го класса на русском не умел разговаривать. И только на своём языке. Сейчас среди молодёжи очень модно стало говорить на родном языке. Модно стало? Модно, да. Сейчас подрастает вот такое поколение, которое, если на другом языке к нему будешь обращаться, они на тебя чуть-чуть могут с презрением посмотреть. Или, например, на писателя, в первую очередь, чтобы у него перед обществом был какой-то авторитет, спрашивают у него, а у него дети умеют на башкирском говорить, внуки умеют говорить на башкирском, после этого только складывается к нему. Он может быть гением, может быть, но если его дети, внуки не будут говорить на башкирском языке, к нему чуть-чуть отношение другое будет. Но в то же время владеет русским языком. Ну, русский, конечно, да. Это не говорит о том, что мы на другие языки как-то по-другому относимся. Просто такое воспитание. Каждый человек должен ценить свой язык. Даже вот мне недавно в случае рассказали один композитор башкирский, известный, и у него случился инсульт. И он потерял, перестал разговаривать, разучился говорить. И он, когда начал восстанавливаться, ему заново приходилось учиться разговаривать. И вы знаете, в первую очередь, на каком языке он начал говорить? На своем родном языке. Оказывается, мозг, когда восстанавливается, ну, так говорят. Во всяком случае, на своем родном языке. Очень было приятно познакомиться с молодым башкирским писателем, с таким самобытным и цельным. Было очень приятно познакомиться. Спасибо большое. Спасибо.